К нам уже присоединился первый гость, Александр Владимирович Петров, доктор филологических наук. Ну и, чтобы информируем, 17 октября, то есть сегодня в Доме музея Сельвинского состоится открытие крымских научных чтений, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, что вы в этом году подготовили, чем будете удивлять тех людей, которые придут в Дом музей? Может быть, какая-то особая программа? Спасибо. Ну, мне хотелось бы сказать о том, что вот эта конференция октябрьская, на базе Дома музея имени Ильи Сельвинского, проходит ежегодно, уже более 15 лет. И после конференции издаются сборники. Вот в 2018 году уже 15 выпусков было издано. Этот год знаменателен тем, что конференция посвящена 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 120-летию со дня рождения Ильи Сельвинского. Ну, и мне хотелось бы и от себя, и от жителей Крыма добавить, что также мы в этом году отмечаем и десятилетие со дня открытия музея, Дома музея имени Ильи Сельвинского. Александр Генеевич, смотрите, вы говорите уже на протяжении многих лет, а все это проходит. Могли бы рассказать, что притягивает людей? Может, которые приходят постоянно? Почему их тянет к вам? Да, мне кажется, что это, прежде всего, личность самого поэта. Потом сама обстановка музея замечательная. Если вы были, то вы вспоминаете картины его дочери Татьяны Александровны, богатые экспозиции. В музее есть фонды, архивные фонды. И, конечно, все это привлекает не только крымчан, но и ученых, лингвистов и литературоведов. Вот в этом году на пленарном заседании будут выступать три человека из Москвы, доктора наук по различным аспектам творчества Ильи Сельвинского. В то же время, хотелось бы подчеркнуть, что большую работу по организации конференции, по организации научно-исследовательской работы ведет директор этого музея Людмила Ивановна Дайнека. И недаром назван дом-музей. Этот дом стал не только для сотрудников музея, но и для преподавателей, студентов факультета славянской феологии и журналистики Таврической академии, поскольку на базе музея каждую четвертую субботу месяца собираются студенты для обсуждения истории слов. То есть, таким образом, на базе музея был создан кружок беседы русского слова. — Такой вот интересный момент. Получается, смотрите, в принципе, многие авторы, они жили довольно давно, и практически вся информация, как мне кажется, известна, тем более мы там в школе программе проходим и изучаем. Что можно нового найти, где это искать и почему этим занимается? Вот расскажите подробнее, как это происходит. — Во-первых, не все фонды открыты были, архивные материалы. И вот есть уникальные архивные материалы непосредственно в музее, а также в других музеях. Странно, это первое. То есть не все документы еще изучены, связаны с жизнью, творчеством и биографией поэта. Ну и мы знаем, что творчество Ильи Селинского вмещает шеститомник. То есть представляете, какая вот большая культурная сокровищница, потому что он автор не только поэтических произведений, но и прозы. У него очень разноаспектные произведения. И все-таки подошли к изучению Селинского не так глубоко, не так давно. Почему-то многие годы он оказался вне поля зрения ученых. — Так почему же все же? — Кто обошла стороной? — Стороной, да. — Неинтересен был? — Нет. — Скорее всего. — Казалось, что больше. И вы говорите, вот они все материалы были сразу доступны. Кто-то их прятал? В чем дело было? — Да, я думаю, что здесь идеологическая составляющая, потому что Сельвинский прожил вот такую очень трудную жизнь и подвергся в свое время репрессиям со стороны властей. По нему были постановления, как и, вы знаете, агрессия по отношению к передовым писателям, начиная еще в 30-е годы. В 37-м году он тоже пострадал. То есть это связано, я думаю, что с идеологической... — Вы с литературой к нам пришли. Что это? — Да, я принес последние выпуски чтений Вестника, крымских чтений или Сельвинского, которые издаются на базе конференции. — Ну и это научная конференция, научное чтение. Скажите, пожалуйста, вот с чего вы начнете сегодня? Сколько дней пройдет, с чего начнете? — Да. Конференция продлится два дня, 17-18 октября. Ну вот, как всегда, начинается с приветственного слова директора музея Анатолия Витальевича Мальгина, потом заведующего кафедрой зарубежной литературы профессора Курьянова Сергея Олеговича. То есть, как обычно, перед пленарным заседанием приветственное слово. А далее мы будем слушать доклады наших гостей, москвичей. — Спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в гости и предлагаю все-таки пройти на нашу инсталляцию, тоже запечатлеть этот момент и сделать памятную фотокарточку в честь того, что перехода все-таки с аналогового на цифровое вещание, которое, как вы знаете, произошло у нас в понедельник. — И теперь у нас можно смотреть 27 телеканалов в отличном качестве. — Как хорошо, да? — И говорим слово «цифра». — Цифра.